Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Если вы используете конструктор страниц, а используете родной шаблон KSEO PIO или любой другой шаблон, то данный модуль вам очень хорошо подойдет. Давайте в этом видео рассмотрим настройки данного модуля. Итак, вот ссылка на данный бесплатный модуль на Joomla 4. Ссылку я оставлю, естественно, на своем сайте fedorvasilev.com в соответствующей статье и, соответственно, ссылка под видео на мою статью. Скачайте его. Вот сразу пример, как эти кнопочки хорошо выглядят. И как из названия моего ролика разработчик уверяет, что данные кнопки хорошо работают на KSEO PIO, шаблон встроенный бесплатный в Joomla 4. Итак, я перехожу на свой демо-сайт в админку. Давайте установим данный модуль. Далее нажимаю расширение. Модуль перетаскиваю из папки в эту область Joomla. Установка модуля успешно завершена. Переходим в панель управления. Переходим в модули. Отсортируем. Кликаю по ID. Кликаю еще раз, чтобы последние установки показались на самом верху. Вот он. Кликаем по нему, заходим внутрь. И давайте его выведем на сайт. Выведем в позицию модуля KSEO PIO шаблона. И покажу вам, как в статью вставлять данные Bootstrap кнопки. Здесь состояние обязательно опубликовано. Заголовок. Вот этот заголовок, будете ли вы показывать над кнопками, можете поменять на свой. Я не вижу смысла его отображать, поэтому здесь я переключу заголовок, скрою. Позиция. Ну здесь нужно понимать, вот он KSEO PIO, какие позиции, где находятся у шаблона. Нам нужна, например, колонка справа. Вот здесь вот, где у нас меню. Или над меню, или под меню вывести, например, пару кнопок. Давайте найдем данное меню. Вот меню Sidebar Left, а нам нужен Sidebar Right. Вот справа. Дальше, давайте сразу я перейду, где отображать. Вот, привязка пункта меню. Пускай будет на всех страницах. А теперь перейдем к настройкам. Первое поле, где вы можете написать контент, картинки, текст, который будет до кнопок появляться. Ниже текст, который будет ниже кнопок. Вот в эту область можете задать. Я оставляю пустым. Переходим к настройкам кнопок. Первая опция расположения колонок мы чуть позже на практике посмотрим, пока оставим как есть. Дальше, ниже у нас Buttons, опция для кнопки. Сейчас мы ее рассмотрим. Здесь есть, видите, плюс. Нажимаем плюс, появляется, грубо говоря, область для второй кнопки. Нажимаем плюс и так сколько угодно. И местами можно перемещать вот за этот вот прямоугольник. По минусу, соответственно, мы удаляем. Вот одна осталась. Дальше, область текст на кнопке. Указываете URL. Привязываете, я поставил заглушку, решетку. Открыть ссылку в новом окне. Или в том же окне. В новом окне оставим. Мы даже можем прицепить иконку на кнопку. От сервиса, например, FendOvisone. Но я тестировал, к сожалению, не все иконки работают с этой кнопкой. Мы можем посмотреть, вот как видите, placeholder написан. Пример. Как правильно задавать кнопку. Home – это домик, иконка домика. Давайте просто на этой иконке и попробуем. Я пропишу то, что написано в placeholder. И проверим. Давайте прямо вот на этом уровне я сделаю сохранение. Здесь у нас больше, в принципе, настроек нет. Это все по умолчанию. Перейдем на фронтальную часть сайта. Вообще проверим. Вот у нас выводится, видите, иконка домика. Как я уже сказал, почему-то не все иконки работают. Иконки можно здесь будет подсмотреть. Название, как их прописывать. Вот она, видите, идет. Fa Brands, например. Но вначале обязательно нужно указать FAS. Вот это переменная. Смотрите, у нас кнопка, как бы не кнопка, а ссылка без всего. Внизу мы можем управлять. Вот выбираем. Еще раз сохранить. Пойдем на сайт, обновимся. Вот она, видите, кнопочка появилась. Снятие вот этого чекбокса у нас убирает все отступы. Видите? Заливка остается, а отступов нет. Поэтому мы это оставляем. И, соответственно, нужен цвет другой. Вот там желтенький, например. Да, она здесь не желтая. Ну, в общем, какая-то вот оранжевая появляется. И другие варианты. Здесь есть более толстая, более маленькая кнопочка. Там есть возможность задать Custom Class. Но это надо уже хорошо знать CSS. Теперь, если я делаю две кнопки. Кнопка зеленая без иконки. Вот так вот они выглядят. И теперь попробуем сделать вот этот переключатель. Сохранимся. То кнопочки получаются друг за другом, видите? В таком вот виде. Теперь касательно статьи. Открываем статью. Ставим курсор. В редакторе нажимаем здесь. Выбираем модули. Находим наш модуль, как вы его назвали. Вот я нахожу кнопки. Я обозвал данный модуль. Вставляется он здесь. Нажимаем сохранить. Открываем статью. И вот там, где я указал, кнопки выскакивают. Да, но здесь. Вариант нам такой не подходит. Я возвращаюсь в модуль, переключаю этот переключатель вот здесь на нет. И тогда смотрите под статьей. Такие кнопочки уже приемлемые. И самое интересное, что кнопки можно в ряд выставлять. По сути, столько, сколько вам нужно. На этом я видео заканчиваю. Надеюсь, для вас оно было интересно и полезно. Оставляйте комментарии, ваше мнение под этим видео. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok